Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 36 тысяч больных уравив в крае и 25 случаев гриппа. Почти все вирусы H1N1. Кто сейчас основной переносчик и зараженный? В середине декабря цены на продукты снова вырастут. Сколько придется выложить за оливье? Феноменальная реакция. Девушка, спасшая ребенка на пешеходном переходе, не поняла, как это произошло. 25 случаев гриппа, 24 из них вирус H1N1 или свиной грипп. Такие данные по краю предоставил региональный Роспотребнадзор. Это лишь подтвержденные случаи. На Алтае продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Простуда сразила куда большее число. По данным на сегодня, 36 тысяч человек. В эпид-процесс включилось взрослое население. Если до этого удельный вес взрослых составлял в районе 37%, то сейчас на сегодня они составляют 52%. То есть в основном большую часть это болеют взрослые. Дети также в принципе болеют, но они составляют 48%. И среди детей большая часть это в основном организованные дети, которые посещают организованные коллективы детские. Сейчас в Алтайском крае закрыты 7 школ и 3 детских сада. Частично закрыты 3 сотни классов и 3 сотни групп в 152 дошкольных образовательных организаций. По словам специалистов, сейчас скорая принимает по 3,5 тысяч звонков в сутки. Это больше, чем в пик заболеваемости ковидом в 2020 году. В мэрии прокомментировали ситуацию с серыми платежами за проезд. Жители Барнаула неоднократно жаловались на водителей маршруток, которые отказывают пассажирам в оплате через терминал. Вместо этого хитрые водители просят перевезти им деньги на карту. В налоговой службе подчеркивают, что при оплате контрольно-кассовая техника должна применяться в обязательном порядке. А вот перевод денег водителю законодательством не предусмотрен. По тем конкурсам, где у нас были предусмотрены условия оплаты безналичной системы платежа, там перевозчик обязан соблюдать. Кто это контролирует? Как комитет, как заказчик, так и налоговый орган. Перевозчики не заинтересованы в том, чтобы у них эти деньги шли мимо кассы водителя. Мы разными способами стараемся эту ситуацию искоренить. Штрафы, увольнения, факты есть. Собираем, штрафуем и эту работу будем продолжать. Почти 2000 тонн снега вывезли с улиц Барнаула за прошедшую ночь. И расчистка дорог продолжается, утверждают специалисты. Службы перешли на круглосуточный режим работы, составили даже специальный план. Подробнее о нем в сюжете. Техника против погоды. Минувшей ночью убирать снег вышла целая армия машин. Грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Всего 145 единиц. В первую очередь расчищают основные магистрали, затем второстепенные. Сначала производится подметание специальными дорожными машинами, КДМ-ками. Далее формируется вал автогридерами. И уже непосредственно производится вывоз снега. За одну только ночь с улиц города вывезли почти 6000 кубов или по-другому 2000 тонн снега. После расчистки магистрали в ход пошли реагенты. Дорожники подчеркивают, что работают сейчас в круглосуточном режиме. Ночные бригады утром сменяют дневные. Основная задача последних – убирать снежные валы, что оставили службы за ночь. Особое внимание уделяют также расчистке тротуаров. После того, как прошла техника, за лопаты берутся дворники. 150 человек вручную расчищают парковки, пешеходные переходы, лестничные марши и транспортные остановки. И техника, и люди задействованы не только для уборки снега, но и спальных районов города, особенно индустриального. У нас сегодня вышло 16 единиц техники в день и 5 наемных. Мы убираем остановочные площадки. По центральным улицам – это Павловский тракт, Георгию, 50 лет, Сухобатора, Малахова, Взлетная. Убирают снег и в общественных зонах Барнаула, скверах, парках, на площадях. Не забывают и о пригороде. В поселках, говорят специалисты, в снегопад работает вся необходимая дорожная техника. Елена Макаренко, День с толком. Непросто сегодня пришлось всем участникам дорожного движения. Бийский автовокзал отменил несколько межпоселковых рейсов. Тех же, кто рискнул отправиться в путь, ждала метель. Без аварии не обошлось. По данным телеграм-каналов, на трассе Павловск-Ребриха авария с участием двух автомобилей. Оба получили серьезные повреждения, пострадавших нет. Недалеко от этого места слетели в Кюет, УАЗ и Тойота. В МЧС просят автомобилистов отказаться от длительных поездок по трассе. Самая большая амбулатория в крае скоро заработает в Барнаульском поселке Кирово. Кроме приема взрослых пациентов, в новом медучреждении будут принимать и малышей. А еще появятся врачи узкой специализации, которым прежде приходилось ездить за несколько километров в другие филиалы поликлиники. Юлия Щепина продолжит. Запустили отопление, проверяют коммуникации, даже благоустроили территорию. В поселке Кирово почти готово здание амбулатории. Новое медучреждение появилось на месте старого, которое снесли из-за ветхости. Два года жители поселка ездят за медпомощью за 3, 5 и даже 12 километров в другие филиалы поликлиники. Однако скоро медицина станет намного ближе. Амбулатория выросла за 5 месяцев. Здание, так называемая, быстровозводимая конструкция, это амбулатория модульного типа. То есть привозится уже сюда готовая конструкция. Делается фундамент ленточный, собирается быстровозводимая конструкция из сэндвич-панели. Вентиляция, электрика, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. То есть все предусмотрено. Площадь более 600 квадратных метров. Это самая большая модульная амбулатория в крае. Ее возвели в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь будет стойка и картотека вот в этой вот нише. Амбулатория рассчитана на 5000 человек взрослого населения Кирова и около 1000 детей. Из старого останутся только их карточки. В новое здание закупили новое оборудование. Здесь мы планируем будет и взрослая сеть, и детская сеть. В взрослой сети будут вести приемы врачи-терапевты, гинеколог, стоматолог. Функционировать будет дневной стационар на 6 коек, процедурный и прививочный. Небольшая регистратура будет. В детской сети будут врачи-педиатры, фильтр-боксы тоже процедурные и прививочные кабинеты. Детского отделения в старой амбулатории не было, ровно как и стоматологии. По словам главврача, если все пройдет по плану, они откроют свои двери пациентам уже в начале 2023 года. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Новый год все ближе и быстрее всего мы ощутим его ценниками в магазинах. С середины декабря начинается традиционное подорожание продуктов. В этот раз повышение может произойти на 20%. Как ведут себя барнаульцы накануне скачка цен и во сколько обойдется Оливье в эту новогоднюю ночь, узнавала Валентина Аскерова. Традиционному предновогоднему подорожанию быть. Происходит это ежегодно, сказать бы уже привычно. Но в этом году горожане его особенно заметят. Рост может составить 10-20%. А на некоторые товары, алкоголь и фрукты 50%. Новые предновогодние ценники появятся уже через несколько дней после 15 декабря. Тут бы в пору запасаться продуктами. На какие продукты прежде всего? На молочные, на мясо. Некоторые специалисты советуют на Новый год запасаться заранее, потому что после 15 будет резкий скачок цен на продукты. Вот будете делать это? Нет. Почему? Столько денег нету, чтобы заранее запасаться. Ну на всю жизнь не наберешь. Запасаться заранее будете, нет? Да нет, зачем. Все равно берем-то помалу. Вот у меня жена получает 16 тысяч, чего? Даже по 500 рублей в день не получается ничего. Это минуя то, что коммунальные платежи, там на проезд деньги. Традиционный салат оливье украсит уже не каждый новогодний стол. Стоимость подрастет. Так цена докторской колбасы может подняться до 180 рублей. Не говоря уже о других продуктах. И если сейчас ходовой салат можно приготовить за 650 рублей, то под Новый год он может обойтись почти в 800 рублей. Эксперты называют несколько причин увеличения цен. На стоимость продуктов влияют много факторов. Это рост издержек производителей, себестоимости, транспортная логистика, стоимость упаковки. Естественно, все это ляжет в себестоимость продукции. И, конечно, за все заплатит покупатель. Существует и субъективный фактор роста цены. Традиционно под Новый год для многих это единственный, может быть, месяц, когда можно достойно заработать. Предприниматели этим пользуются. Понять их можно, когда, как не сейчас. Но, с другой стороны, барнаульцы. Их покупательская способность падает с каждым годом. Стоит надеяться лишь на то, что после новогоднего бума цены хоть немного допустятся. Свежее и горячее питание – необходим элемент в жизни каждого человека. Особенно для школьника. Ведь понимать математику и заниматься физкультурой тяжело без полноценного приема пищи. Большинство учебных заведений краевой столицы завтраками и обедами обеспечивает комбинат школьного питания «Глобус». Как работает современная система питания в школах, выясняла наша съемочная группа. Даша, какое твое самое любимое блюдо? Это каша. Каша? Какая каша? Все. Твое какое самое любимое блюдо? Картошка с мясом. Пюрешка с котлеткой и компот. Когда пробуешь, сразу возвращаешься в детство, вспоминаешь свою школьную столовую. Однако далеко не у всех воспоминания хорошие. В современных же школах подход к питанию более серьезный. Дети, которые учатся в первую смену, у них, если это организованное питание, по-моему, 68 рублей. И примерно 80. Те, которые обучаются во вторую смену, там уже полный обед. Ежедневное меню и меню на две недели с подробным описанием блюд и их энергетической ценностью, прежде всего, комбинат школьного питания согласовывает с Роспотребнадзором, а затем с директорами учебных заведений. Примерно, примерно из 30 блюд состоит. Это включая комплексы, первый, второй, третий, которые у ребятишек есть, которые бесплатное питание ребятишки, это начальная школа, и свободный выбор, который ведет старший класс. Меню очень разнообразно, ребятишки довольны, я считаю. Случаев жалоб со стороны родителей и учащихся не было. Мы ежемесячно проводим родительский контроль. Родители всех классов имеют возможность прийти в нашу школьную столовую и провести дегустацию блюд. Моему ребенку нравится питаться в школьной столовой. Я была в комиссии, когда тут детей кормили, нам предоставляли покушать, было все очень вкусно, горячее. Специалисты подчеркивают, в питании для школьников достаточно серьезные санитарные нормы и правила. Есть перечень из 45 продуктов и блюд, которые нельзя применять. Естественно, мы учитываем пожелания родителей и детей. Например, мы ежегодно проводим опрос о том, что бы вы хотели, и дети высказываются. Естественно, многие говорят, определенные моменты, которые в школьном питании нельзя вносить. Но все, что здравое, это все учитывается, передается руководству комбинации школьного питания. Директора школ говорят, большинство учеников питаются организованно, берут комплексные порции, а потому технологи комбината постоянно обновляют меню и следят за предпочтениями детей. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Новый год по-скромному. В Алтайском крае решили отказаться от широких народных гуляний в предстоящие праздники. Но в целом новогодние и рождественские повестки будут насыщенными. О них сегодня во время пресс-конференции рассказала министр культуры края Елена Безрукова. Отказ от массовых уличных гуляний своего рода дань сегодняшнему непростому времени. Во время проведения СВО правильнее быть сдержаннее, отметила Безрукова. Это проявится и в новогоднем уличном оформлении. Все украшения с прошлых лет. Новые в целях экономии решили не закупать. Что касается повестки праздничных мероприятий, то она ориентирована прежде всего на детей. Для них каждый театр готовит новогодние представления. Постановки покажут на январских каникулах. Рекордсменом количества сказок, новогодних мероприятий, новогодних спектаклей, которые осуществит за новогоднюю кампанию наши театры, является театр «Кукол сказка». За новогоднюю кампанию они покажут более 80 спектаклей. С этого года к прежнему формату вернутся окружные и губернаторская елки для детей. Последняя пройдет в театре драмы. Там для учеников 1-4 класса в ближайшие две недели покажут 17 бесплатных представлений. Праздничная программа для взрослых менее насыщенная. Яркие культурные события ожидаются уже в следующем году. Впервые за 42 года нашей истории Алтайский край будет принимать крупнейшую выставку «Сибирь-13». В Титов-арене мы будем работать. Это профессиональные художники со всей Сибири. Уже активно проходят выставкомы. Конкурс очень высокий. То есть это будут высококлассные работы профессиональных художников. Девушка с мгновенной реакцией «Чудо-женщина» или просто «Ангел». Так в соцсетях называют студентку Яну Татиеву, которая не дала ребенку попасть под колеса маршрутки, уверенно схватив его за куртку. Что это? Феноменальные способности или стечение обстоятельств? С героиней местных пабликов познакомилась Валентина Аскерова. Эту девушку с пешеходного перехода на Аванесова, спасшего ребенка, в социальных сетях уже прозвали «Чудо-женщина». За ее фантастическую реакцию в считанные секунды она остановила мчавшегося прямиком под колеса маршрутки мальчика. И она сама не поняла, как смогла так быстро сориентироваться. На той стороне бежал мальчик. То есть я видела, что он оттуда бежал, он был полностью в черной одежде. Как бы его вообще не было видно. И как-то я увидела, что 77-й скорость набирает, и в самый последний момент я его схватила. Даже не знаю, сама как так получилось. Я просто резко вытащила руку из кармана и схватила его, как получилось. 8 декабря около 8 утра. Я нашла на учебу. Девушка учится в Барнаульском кооперативном техникуме на повара-кондитера. По счастливой случайности она оказалась на пешеходном переходе именно в это время. Я обычно выхожу на 20 минут раньше. И так получилось, что я проспала, потом задержалась. И в итоге получилось так, что я вышла намного позже своего времени. Максимально странно, потому что я всегда выхожу раньше, а тут вот так вот все получилось. Ну, наверное, судьба такая, значит. Город должен знать своих героев в лицо. И если бы не городской паблик, горожане бы и не узнали имя спасительницы. После размещения ролика нам написала подруга героини и рассказала о ней. Мы списались с Яной, и она рассказала о том, как все произошло и что она чувствовала. Мы считаем, что Яна достойна награды за спасение мальчика. Пусть это даже будет региональная почетная грамота от краевой госавтоинспекции. На такие поступки, к сожалению, способны единицы. Большинство предпочитает оставаться в стороне. Проезжая часть Новонессова – крайне опасная дорога. Автомобили, общественный транспорт поднимаются в гору, и не всегда водители могут среагировать на пробегающих проезжую часть людей. А тем более на малышей их просто не видно. Поэтому родителям стоит еще раз напомнить детям правила ПДД. Ведь в другой раз проспавшей занятия чудо-девушки поблизости может и не быть. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Шахматная федерация края сегодня отметила новоселье. Спустя долгие годы ожидания спортсмены наконец обрели новый дом с комфортными условиями. Что пригодится не только для тренировок алтайских шахматистов, но и приема крупных соревнований. Дмитрий Дроздов продолжит. Самый юный кандидат в мастера спорта в Алтайском крае. Такой статус Вика получила в 9 лет. К тому времени она уже два года играла в шахматы. Любовь к этой игре привили бабушка и мама. У последней даже был второй разряд. Но так профессионально в шахматы никто в семье не заходил. Это уже целая жизнь. Это увлечение уже, которое, я думаю, со мной останется не всегда. И я думаю, что я буду еще уже там старой. У меня будут дети. Я буду их учить играть. И мне все равно это будет нравиться. Теперь уже можно говорить уверенно, что дети Вики смогут познать мир шахмат. Долгие годы федерация шахмат ютилась в историческом здании на Гоголя. Хотя изначально это было временным убежищем. Два года назад сооружение признали аварийным. И вопрос переездов стал еще острее. Пока, наконец, в 2022 году федерация шахмат не обрела новый дом. Его площадь в полтора раза больше прежней. Поэтому здесь могут заниматься 250 спортсменов. Этот клуб сделали прямо под себя. То есть здесь был проект предусматривал и кратность воздухообмена. Здесь самые современные системы кондиционирования и вентиляции. Японские кентацию и дайчи. Поэтому здесь для спортивных мероприятий очень важен правильный воздухообмен. И здесь он точно сделан. Ну и плюс вот то, о чем говорил Александр Васильевич. Мы сделали тот компьютерный класс, который точно будем аттестовывать. И мы хотим получить первую за Уралом площадку для участия в онлайн-турнирах. Ремонт нового помещения краевого шахматного клуба вошел в региональную адресную инвестиционную программу. На эти цели было выделено почти 30 миллионов рублей. Кроме систем вентиляции здесь новые столы, фигуры и доски. С таким комфортом уверены тренеры, алтайские шахматисты смогут выйти на новый уровень. И принимать крупные соревнования. Так как ориентир с Европой переходит на Азию. В середине января мы все надеемся, что Азиатская конфедерация шахмат примет Федерацию шахмата России в свои члены. И тогда автоматически, априори, центр все-таки будет немножко смещаться в сторону Азии. И, безусловно, те мероприятия, которые здесь уже проходят и будут еще проводиться, они, безусловно, будут носить не только краевой характер, и не только всероссийский характер, но и естественно-мышленародный. У алтайских шахматистов горят глаза от таких перспектив. Новое здание подарит не только комфортную игру, но и расширение спортивных границ. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.